Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Redmi Note 7 на стареньком, но все-таки Snapdragon, не Qualcomm Snapdragon 660. Подробнее о нем расскажу, вы знаете, игры я тоже на нем потестировал. С хорошей, как и раньше, батареей 4000 мАч, это зачет. С хорошим, в принципе, экраном, но какие-то вещи они упрощают постепенно, из серии в серию, от чего-то вовсе отказываются. Но давайте же посмотрим. Забегая вперед, скажу, что телефон мне даже понравился. Есть вещи, которые мне в нем не устроили, но вообще это тот же самый Xiaomi, потому что, когда я делал обзор и назвал его Xiaomi сдулись, когда Redmi 7 я в руки взял, но это максимально дешевый телефон, и мне он совершенно не понравился. Снова седьмой ситуации несколько лучше, но давайте же подробно на него посмотрим. И начнем с внешнего вида. Gorilla Glass 5 официально заявлено стекло. С обратной стороны вроде как тоже Gorilla Glass, но у меня нет уверенности. Ну, по крайней мере, написано, что Gorilla Glass 5 стекло спереди и сзади. Но рамы при этом пластиковые. Это какой-то очень странный ход. Притом телефон весит целых 186 грамм, что немало. Ну, кстати, не ощущается тяжелым. Ну, чуть больше, чем обычно. Но поставить пластиковый корпус из обоих сторон стекла, это странный ход. Реально. И, отмечу, телефон так и норовит съехать практически с любых поверхностей. Если держа в руке еще, не так все и ужасно плохо. Хотя он, конечно же, скользкий и маркий. Но положить его куда-то, я когда снимал обзор на какой-то Samsung, по-моему, он съехал у меня. Я еще думаю, кто это там съехал? Вот он, герой этого обзора. Притом вот передо мной лежат другие телефоны на коробках. Они не съезжают. Этот запросто съедет. На кровать, на коробку, на что-то. Поэтому лучше класть его в бампер, который есть в комплекте. Бампер-чехол, точнее, силиконовый. Xiaomi большие молодцы, что кладут их в комплект, потому что другие производители жадничают. Это очень хорошо, потому что уже чем-то телефон ваш защитить можно, и он будет совсем не скользким. Но этому я очень много внимания уделил. Но, блин, это важно реально. Другие серии Xiaomi так не скользили, они не были такими же. И когда телефон скользкий, я так и говорил, Asus, например, многие скользкие. Sony раньше были скользкие. Тут прям... Я не специально. Тут прям вот держите, не бейте. Что касается экрана, тут полный порядок. Правда, есть вырез, как и во всех. Я их уже давно не ругаю. Правда, единственное, отмечу, в Xiaomi он слишком большой. Вокруг фронтальной камеры места больше. Можно было его сделать менее маленьким. Но это явно лучше, чем в прошлых поколениях Xiaomi ставили бессмысленную и ублюдочную, и уродскую монобровь, которая съедала часть экрана. Здесь же его можно отключить, и он намного меньше. 6,3 дюйма экран. 2340 на 1080 пикселей. 19,5 на 9. Плотность 409 пикселей. Вообще вопросов к экрану нет. Единственное, мне он кажется немножко на средних настройках, немножко как будто серым, но, скорее всего, это оболочка. Вот я картинки, когда смотрю, залитые в телефон, картинки нормальные, но о картинках чуть поговорим. В любом случае, экран можно похвалить за очень высокую яркость, которую не всегда встретишь даже в более дорогих телефонах. Яркость телефона на очень высоком уровне. И, конечно, настройка цветовой температуры есть. Телефон можете настроить под себя, как вам удобно. Вопросов к экрану, в принципе, не возникает. Возникают вопросы к рамочкам, но, опять же, многие производители этим грешат. Рамки огромные. Ну, есть еще больше. Ну, посмотрите сами. И сверху рамка большая, и снизу большая, и по бокам большие. Ну, да ладно уж, не буду придираться. Памяти в телефоне 64 гигабайта. Есть совмещенный слот, либо две сим-карты, либо вместо второй карту памяти. И старый, и добрый. Ну, насколько добрый в 2019 году, это очень большой вопрос. В свое время я не взял один телефон на Xiaomi именно за 660-го снапа. Если не ошибаюсь, это был Mi Note 3. По-моему, вот он как раз на 660-ом Snapdragon. Я погонял его и понял, что мне его мощи не хватает. По Antutu вот 142 тысячи баллов, если вам интересно. И вообще, процессор сам по себе неплохой. Он у нас имеет 4 ядра на 2,2 ГГц и 4 ядра на 1,8. И Adreno 512 в виде ускорителя. Вроде все хорошо, так-то частота высокая, но процессор старый, по 14-нанометровой технологии. Что касается скорости телефона, он вообще какой-то космический. Притом, Redmi Note 7 Xiaomi обновляют. Вот сейчас обновление прилетело буквально вот сейчас, вот в конце апреля. Еще одно я даже установить ее не успел. Работает на MIUI 10.2 и Android 9.1. Реально большие, молодцы, все очень круто. Телефон очень быстрый. И такое чувство, что он быстрее, как будто даже старых Xiaomi. Очень быстро, плавная анимация стала. Но, ребята, PUBG Mobile на балансе только играть можно сносно. И, конечно, этот процессор не игровой уже. Когда он появился, наверное, это был выше среднего, предфлагманский. Но сейчас нет. Вы можете со мной не согласиться, но мне тяжело было играть. PUBG Mobile можно поставить на высокие настройки, но я поставил баланс. И только тогда он стал бегать без фризов и неплохо. Но это касается только игр. Если не играете в игрушки, забейте на эти мои слова. Поверьте, таскает телефон оболочку, менюшки, открывает все приложения очень быстро. Вопросов к нему никаких нет. На этом я с производительностью телефона закончил. Камеры я вообще за голову просто взялся. Я вообще просто очень удивлен. 48 мегапикселей. Правда, ходят слухи, что сенсор здесь не от Sony, как было всегда раньше, а сенсор теперь от компании Samsung. И расскажу, здесь и свои сильные, и слабые стороны есть. 48 мегапикселей для всего мира Индию обделили. Индию всего 12 мегапикселей. Плюс дополнительный модуль для эффекта боке и 13 мегапикселей фронтальная. Наверное, начну с хорошего, потому что плохое здесь тоже есть. С хорошего, это как ни странно, он пишет... Ну, почему не странно? Он пишет 4К 60 фпс. Видео Full HD 60 фпс. Проверим стабилизацию, как обычно. Пройдемся. Телефон в одной руке. И почти хорошо пишет. Реально молодцы. Качество видео в 60 фпс мне почти нравится. Не верите? Посмотрите оригинал, ссылка под этим видео. Что касается фотографий... Фронталка, кстати, мне понравилась. Качество фотографий очень хорошее. Прям фронталочка классная. Аккумулятор 4000 мАч. И, опять же, честно скажу, я не успел прокрутить на нем видео на максимальной яркости. Очень насыщенные дни были. У меня много телефонов. Обычно я это делаю. Тут не прокрутил. Ну, конечно, 4000 мАч, пусть и IPS-экран, это очень хорошо. Это хорошая батарейка, которую точно хватает при нагрузках с утра до вечера. В этом плане Xiaomi, конечно, большие молодцы. Еще отмечу версию Bluetooth. Пятая, как ни странно, по крайней мере, заявлена. Это хорошо. То есть, два источника можно подключить. И, наверное, стоит подвести итоги. Если даже захотеть попридираться, если не брать в расчет процессор, 660-й уже старичок, ему уже годы третий год идет, если не ошибаюсь, то, в принципе, и кроме скользкости, придираться какого-то смысла большого нет. Телефон получился интересным. Сохранены. Да, модули NFC нет, если для вас это важно. В Redmi серию его специально не ставят. Политика компании такая. Здесь у нас получается телефон не то, что недорогой, но за эти деньги получаем действительно цену-качество очень хорошее. И о внешнем виде я обычно рассказываю вначале, сейчас очень коротко в конце. Сканер отпечатка на спинке, телефон разблокируется с помощью лица, разумеется, пин-кодами и так далее. Сдвоенный модуль камер выступает, ну, средне, бывало и хуже. Телефон покачивается, слева положить неровно. Сверху разъем для наушников, звучит, кстати, вполне себе хорошо, слушать можно. И кнопки включения громкости, все на своих местах. Динамик один, динамик средний, не хороший, не плохой, более-менее нормально. Высокий частот ему чуть-чуть не хватает. И, конечно, не стали жлобиться уже, поставили наконец-то Type-C. Давно пора переходить даже на Redmi серии. На этом у меня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь, всегда много интересного. Счастливо!